Турецкая армия проводит на севере Сирии операцию «Источник мира», целью которой официально является освобождение от курдских вооруженных формирований 30-километровой зоны вдоль турецкой границы. Курды много лет добиваются политического представительства в виде отдельного государства. В Турции рабочая партия Курдистана считается террористической организацией. Усилению курдов на сирийской территории Анкара всячески препятствуют. США согласились вывести из курдских районов Сирии свои войска в обмен на обещание Турции не пересекать оговоренные границы буферной зоны. Курды много лет помогали американским войскам в Сирии. И их вывод назвали предательством. Вместо американских военных, которые на этих кадрах даже закидали чем-то похожим на овощи курдские женщины, на северо-запад Турции пришли российские военные полицейские и сирийская армия. Теперь судьба сирийских курдов оказалась в руках Москвы. В свою очередь Путин может потребовать от Эрдогана признать легитимность президента Башара Асада. Раньше турецкий лидер делать это категорически отказывался. Одним из результатов операции турецких войск и пара милитарис в Сирии стало бегство из лагерей, содержавшихся там родственников боевиков исламского государства. Так, 12 октября артиллерия обстреляла лагерь Айн-Исса на севере Сирии. Из него сбежало почти 800 человек, передавал телеканал Sky News. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова